Сегодня, как и три года назад, самый главный вопрос в Крымске – работы по берегу укреплению. Именно набережная стала первой точкой в рабочем объезде менямина Кондратьева. На месте глава района заверяет – опасность подтопления уже миновала. Руслые реки очистили от мусора, на несколько метров углубили и расширили, а на самых сложных участках сейчас устанавливают бетонные плиты. Рассказывать, как это все сделали, как подняли, как расширили, видим, все правильно. Я говорю, налицо просто то, что сделано. Но важный результат – мы избежим трагедии вследствие того, что мы это сделали, если она, не дай бог, она повторится. Мы пропустили 12 января 560 кубических метров без каких-либо проблем вообще. То есть она свободно прошла и не было… Я могу быть уверен, что жители Крымска могут спать спокойно. То есть волна даже свыше 7 метров максимально спокойно пройдет мимо Крымска. Правильно? Все, это самое главное. Большой ремонт провели и в центральной поликлинике. Вениамину Кондратьеву главврач проводит экскурсию по кабинетам. По ее словам, все оснащены необходимым оборудованием. Медпомощь получают здесь 130 тысяч жителей района. Однако к специалисту узкой направленности попасть довольно сложно, жалуется Кондратьеву пациенты. Руководитель региона, в свою очередь, спрашивает главу района, что делает в муниципалитете, чтобы решить эту проблему. Количество специалистов достаточно здесь, чтобы, допустим, пройти необходимое исследование? Или где-то нужно ехать в Краснодар? Да, нет, не ходили. Прокомментировать, чекого не хватает. На самом деле система налажена. То есть есть уровневая оценка. То есть первый уровень – это обязательно специалисты Крымска. То есть неврологи, окулисты, офтальмологи, лоры. В дальнейшем, если есть такая необходимость, то консультативные центры города Краснодара к услугам наших жителей. У нас было муниципальное жилье в количестве 16 квартир. Из которых мы 11 квартир дали врачам, которых привлекли сюда. Да, это в основном узкие специалисты. Сложно представить сейчас, как еще буквально три года назад выглядел местный стадион. Во время наводнения он был полностью затоплен. Сегодня на обновленном поле с современным покрытием проводят городские и районные соревнования. Домашней ареной стадион стал и для взрослой команды футболистов, и для спортсменов из юношеской школы. Ну да, хорошее у вас покрытие. Хорошо играется? Да. Что еще хочется здесь, чтобы было? Вот что хочется, а чего нет? Ну, говори, спортзал. Закрытый. Закрытый спортзал. Закрытый спортзал. Будет, я думаю. Ну, да, конечно. Ну, мы с Владимиром Ильичем можем вас доверить, что спортзал многофункциональный. У вас будет комплекс, точнее. Довольны этим будете? Скоро сказать. Совсем скоро в районе появится и новый скейт-парк. Еще одна проблема, которая так волновала крымскую молодежь, решилась на приеме граждан. Его сегодня провел Вениамин Кондратьев сразу после объезда по городу. Школьница Вероника Доценко попросила помощи в строительстве скейт-площадки в районе. Раньше она была, но из-за длительной эксплуатации спортивные сооружения пришли в негодность и кататься там стало небезопасно. Если оборудование, про которое, говорит Вероника, пришло в негодность, то земля или само покрытие, его можно обновить, поставить новое, уже современное. У нас сами приспособления, вот эти спортивные, уже закуплены. Вот есть проект у нас полностью. Хорошо. Да, они готовы. И буквально вот после 20-го числа мы начинаем установку этих спортивных приспособлений для максимальных видов тренировок. Ты никого услышал ответ? 1 июня 2015 года. Да, здорово. Ну что, чем я тебя поздравляю? Тебе вместе к нам дождаться, что она будет, и я думаю, что вы там... Вероничка, вместе откроем ее. К Вениамину Кондратьеву жители обращались как с личными вопросами, так и с общественными. Жительница станицы Нижнебаканской рассказала, что их улицу-набережную постоянно подтапливает. Руководитель региона пояснил, что вопрос достаточно затратный, но вместе с тем проблема должна быть решена. Однако впредь вблизи рек нужно запретить строительство жилых домов. Мы впредь не должны допустить вот такой застройки, а сегодня это уже зависит от вас, в пределах русел, рек. Там, где изначально сегодня однозначно все знают, что в случае чего территория подтапливается. Поэтому ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, там не может быть никакого жилья. Это однозначное требование. Лучше ситуацию предупредить, чем потом ее ликвидировать. Самые популярные вопросы, волнующие крымчан, касались проблем ЖКХ. Ни один из них не остался без внимания. Каждый Вениамин Кондратьев взял под личный контроль и поручил найти решение в самые короткие сроки. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Крымский район.